Доброе утро! В вашей жизни. С концертом под названием «Чувство танца». Ну, как бы танцев много не бывает. Это согласен. Мы же все любим танцевать и дома, и где-то еще, и везде. И танец с танцем не испортишь? Конечно. Хотя, ну можно, но не в этом случае. Итак, «Чувство танца», что за концерт? Ну, к Международному дню танца, как обычно, мы решили собрать такой концерт, потому что он у нас проходит практически каждый год, приуроченный к этой дате. И как бы у нас в городе очень много, я даже могу сказать так, что очень много, хореографических коллективов, ну и ребят, которые занимаются профессионально этим делом. И мы думали, ну а почему бы и нет? И собрали очень много коллективов в потанцевальную программу под названием «Чувство танца». Ну это какая-то канва, какая-то линия сюжетная, или просто это будет такая хореографическая солянка, которая… Ну да, скажем так, это хореографическая солянка, хотя я не люблю это слово, вот. Но мы просто хотели показать, что основных направлений много. То есть это современная хореография, это народная хореография, это академическая хореография, балет. И как бы показать всю обширность. Так, смола, что будет? Какую обширность будет показывать смола в «Чувстве танца»? Смола, как обычно, разнообразие, это наш конек. Так, тихонечко так потечем, потечем по всему консерту. Это будет что-то новое или что-то старое, модернизированное? Это будет что-то старое, модернизированное, это будет новое, то есть вообще будет все. Но давайте мы озвучим те коллективы, которые, собственно, и будут на этой сцене. Конечно, да. Ну, конечно, это же будет «Смола», театр танцев «Смола». Так. Ну, понятно, у кого будет больше всех номеров, конечно. Ну, на самом деле, вот, кстати, взять по программе, нет. Там мы как бы старались так, чтобы это было, ну, более-менее у всех. То есть никого не обидеть. Ну да. Да, хорошо. Вот, и мы, будет Академия танца, детский коллектив, который находится тоже при концерте «Театральном центре Югра Классик», ансамбль песней «Танца» тоже наш коллектив, и студенты хореографического отделения «Центр искусств для одаренных детей Севера». Ну, здесь действительно тогда будут разные стили абсолютно присутствовать. Да, конечно. Ром, в каком, так скажем, стиле танцует «Смола»? Ну, это современная хореография. То есть это все-таки нацеленность на современку? Да. Скажите, как удается добиться синхронности в танце, когда вот много людей выучили определенный набор движений? Как вот сделать так, чтобы все танцевали синхронно? Потому что для Алены хореография – это определенный набор движений. И больше ничего. Саш, ну-ка, давай. Ну, есть же счет, под который мы делаем движения. Потому что хореографы умеют читать только до восьми. Я делаю этот счет, я делаю это движение. Вот, собственно, все знают об этом, и из этого получается синхронность. А вообще для вас важно, чтобы все было синхронно? Или это же современка? Или как угодно? Там как чувствуешь, как видишь. Ну, это зависит от постановки. Если это требует, допустим, когда много народу, да, там человек 40-30 на сцене, и какая-то общая, допустим, такая комбинация, это выглядит очень потрясающе. А где-то, да, если это замысел постановщика, где-то это нужно, наоборот, разбить, чтобы это было, наоборот, а синхронно. В другом-другом темпе кто-то так работает, кто-то медленнее, кто-то быстрее. Но сейчас в труппе смолы сколько творческих единиц, сколько хореографов? Артистов 10. 10 человек? Да. 10 человек. Видите, там разновозрастные, разнополые, опять же, а мы видим это на сцене. Это на сцене. И вот здесь, как наладить? Я не буду сейчас спрашивать тебя, Ром, как руководителя, да, участницу ансамбля. Как вот здесь обстоят взаимоотношения, я имею в виду чувства партнера? Ведь все разные по темпераменту, по характеру, по складу. Все подстраиваются под друг друга. То есть, да, мы все разные абсолютно. И здесь не нужно проявлять свои какие-то, так сказать, недовольства. Нужно, наоборот, понять друг друга. И тогда из этого получится все четко. Ну а если есть лидер? Так, Роман Верчин, наверное. Ну вот так, как хорошо. Все, отъем. Тогда вопрос к лидеру. На самом деле, я скажу, что они проявляют свою индивидуальность, но они ее проявляют именно в номерах, когда мы просим от них какие-то, скажем, актерские истории. Они проявляют свою индивидуальность. Как вообще рождается танец в голове? Как вот от задумки до воплощения? Как это происходит? Вы видите картинками в голове, а потом пытаетесь это создать на сцене? Это по-разному бывает. Это бывает от какой-то такой мимолетной идеи, и ты начинаешь ее развивать. А как бы так? А как бы в этих условиях? А как бы в такой ситуации? А как бы по времени это было? И начинается какое-то обдумывание какое-то, и складывается уже какой-то сюжетик. Либо просто увидел какую-то картину или что-то еще, и тоже так подумал, о, интересная картина. А как бы это могло быть в движении или все остальное? И вот начинается развитие мысли, и вот рождается какая-то... Ну что же, также к международному дью-танцу 26 числа в концертно-театральном центре Югра Классик состоится встреча с творческими людьми, с хореографами. Да, да. С кем? Будет заведующая хореографического отделения Центра искусства Татана Николаевна Тарасова и также педагог Татьяна Викторовна Шашкова. Татьяна Викторовна. Вот, да, поговорим о хореографии, и я думаю, что это будет интересно многим, кто профессионально занимается, непрофессионально, и как бы просто узнать почту. Ну и подытожим, 28 числа, 28 апреля, концертно-театральный центр Югра Классик, во сколько? В 7 часов. В 7 часов, все поздравить хореографов, тех людей, которые умеют читать до восьми, ча-ча, раз, два, три. Ну это уже другие танцы, придем посмотрим. Спасибо огромное, доброго бодрута желаем вам, с гостями прощаемся. А с вами ждите 2-2,5 танцевальных минут, дождитесь.